Здравствуйте, друзья! Меня зовут Артик и я рассказываю о том, как быстро, легко и правильно ремонтировать автомобиль. Сегодня у нас в работе Peugeot Partner 2007 год выпуска с дизельным двигателем 1.6 HDI 66 кВт. Работа у нас сегодня будет довольно объемная, но в то же время очень интересная. Клиент приехал на станцию с жалобами на то, что в салон в довольно большом объеме попадают выхлопные газы в таком количестве, что иногда режет глаза, тяжело дышать. В принципе, проблемка эта довольно распространенная для данных двигателей, никак, как ни странно, не связана с выхлопной системой, а связана больше, так сказать, с топливной. Для контроля, конечно, была осмотрена система выхлопа. Повреждений никаких обнаружено не было, но при проверке уже состояния форсунок, вернее, шайб под форсунками было обнаружено, что шайба под одной из форсунок прогорела 100%, а под остальными еще нам предстоит убедиться, так это или нет. Но, как вы уже поняли, сейчас будем в данном видео рассматривать процесс демонтажа форсунок, замены шайб, чистки посадочных под форсунки, непосредственно колодцев в голове, но и со всеми вытекающими заменами шпилек, уплотнительных сальничков и различных остальных запчастей. Ну, все будет, как всегда, подробно, детально, пошагово описано и показано. Ну, а с вас, как всегда, прошу лайк, подписка на канал, кто еще не подписан. Пишите в комментарии, рассказывайте о моем канале своим друзьям, гоним к дефектовке и в дальнейшем к разборке. То же мы обнаружили. При снятии декоративной накладки с двигателя у нас видно, что все залито расплавленным пластиком. Это пластик, это не солярка, не масло, именно расплавленный пластик. Вокруг третьей форсунки и к четвертой также все в этом пластике. Первая, вторая, видно. Первая вообще в идеальном состоянии. Откуда пластик взялся? Пластик у нас, собственно, с самой декоративной накладки. И почему? Почему он капил? Почему его расплавило? Потому что под форсункой, в данном случае, я думаю, под третьей, у нас прогорела огнеупорная шайба. Вследствие этого выхлопные газы идут не только в выпускной коллектор и далее в выхлопную трубу, а также выходят вдоль корпуса форсунки, выходят наверх, так как температура газа у нас очень высокая. От нее плавит этот пластик, который капает вниз и бывает доходит до того, что у нас полностью вот это вот место под форсунки, вот эти колодцы, промежуток между клапаном и коллектором в данном случае заливает так, что бывает даже форсунок не видно. Здесь еще все в довольно неплохом состоянии. Все еще, я думаю, у нас обойдется малыми, так сказать, усилиями и малыми затратами. Покажу поближе, как это все у нас выглядит вокруг форсунок. Вот этот весь расплавленный пластик нам придется достать, то есть мы его будем как-то отколупывать, отбивать, будем смотреть как лучше и все это или выдувать или пылесосом все это оттуда убирать. Но для начала уберем вот этот жгутик проводки с пластиком, который идет у нас, штекер на форсунки и на датчик расхода воздуха. Тут все просто снимается, по датчику расхода язычок подняли, стянули и такие же язычки у нас здесь на форсунках. Единственное, вот здесь вот могут быть проблемы на тех форсунках, куда капало у нас расплавленный пластик, куда капал, может все ломаться, может не быть места, чтобы подлезть отверточка, но здесь, я думаю, еще более-менее все. И два болта, вот здесь крепление и этот жгутик уберем в сторону, плюс вот эту трубку, она просто крепление у нас, его выщукнем и потом уберем также в сторону. Болтики открутили, но видно у нас не отходит крепление вот это пластиковое, эти два болтика. Открутим еще вот этот болт, возможно придется вот этот датчик выщукнуть с посадочного, если будет мешать, плюс у нас шланг обраточки, здесь под проводом было не видно, закреплен также на этом пластике. Вот видите, раз крепление и вот здесь второе. И с этой стороны у нас небольшое третье, такое как посадочное. Аккуратненько работаем, чтобы у нас вот эти самые пластиковые части не сломались, именно, которые входят в форсунки. Здесь освободили, место есть, но вот мешает еще один болтик, открутим его. Ну и теперь попробуем все это убрать. Я думаю этого достаточно, даже более чем. Можно конечно здесь разсоединить. Вот так. Все, отлично. Плюс я хотел еще убрать вот эту трубку, здесь я ее выщелкнул, и здесь можно вступленную систему с этими трубочками, также как-нибудь их выгнуть слегка. Очень аккуратненько работаем, чтобы ничего у нас не поломалось, потому что все хрупкое может быть на данный момент. Отлично. Ну что, мы добрались до форсунок. Вот так место, как видно, намного больше, намного все удобнее. Что же, отвертку в руки, пылесос и поехали. Да, я еще не говорил, возможно нам придется снимать клапанную крышку, чтобы более удобно ко всему подлезть. Но пока хочу попробовать без снятия клапана, так все почистить может получиться. Немного. Продолжение следует... Продолжение следует... Мы его потихоньку убираем, удаляем. Ну и все очень аккуратно, потому что не забываем, что отверткой, работая отверткой молотком, мы можем что-нибудь повредить. Ту же клапан или впускной коллектор. Поэтому очень-очень аккуратненько все обходим. Постараемся ничего не сломать. Двигаемся дальше. Понемногу вычищаем. Вот так у нас сейчас выглядят колодцы посадочные, то есть под форсунки. Удалили много, но много еще осталось. Плюс не очень удобно работать со стороны клапанной крышки. Очень узкие там у нас пространство. Маленькие отвертки не подлазят. Но вычистить надо. Поэтому все-таки я демонтирую клапанную крышку. И нам будет побольше места для работы. Клапанная крышка у нас крепится болтами. Шестерочками. Под головку 8 мм. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь болтиков. Плюс клапанная крышка у нас подсоединена. Патрубок, который идет с воздушного фильтра на турбину. И здесь как у нас как вентиляция сделана, подсоединена. Вентиляция картерных газов. Поэтому патрубок этот снимем. Здесь у нас хомутик винтовой. И здесь винтовой хомутик. Ну и здесь такая вот защелочка. И это все в сторону снимаем. Принимаем патрубок. Демонтируем клапанную крышку. Обязательно все отверстия закрываем по воздуху. Потому что у нас будет летать мелкая пыль. Мы это все выдувать будем. Нехорошо. Даже очень плохо. Если это все попадет в турбину. Или просто в опухтной трактор. Открутили болты крепления клапанной. Но мешает нам еще вот этот пластиковый патрубок, который идет на турбину. Чтобы подать чуть-чуть клапанную на себя. Поэтому его также придется демонтировать сейчас. Чтобы демонтировать вот эту часть пластикового воздуховода на турбинку. Нам необходимо здесь открутить хомутик, снять патрубок. Без разницы с интеркулера или самого пластикового воздуховода. И с противоположной стороны на турбинке открутить один болт. Подголовку 10 мм. Вот он. Этот болт не трогаем. У нас этот болт является одновременно как бы направляющей и таким элементом защелки. То есть мы этот болт откручиваем, снимаем здесь патрубок. И вокруг оси, которая является отверстие подачи воздуха, мы просто патрубок поворачиваем. И здесь у нас и зацепление выйдет. Потому что здесь у нас не отверстие, а такой как бы усик зацеп. Поэтому этот болт не трогаем. Только этот и хомутик. Ну и теперь можем снимать клапанную крышку. Она у нас теперь снимается очень легко, аккуратненько. Видно, у нас осталась прокладочка здесь на голове. Прокладочку убираем. Прокладочку надо будет новую установить. И, конечно же, так же, как и с системой подачи воздуха. Здесь закрываем все, что у нас внутри двигателя. То есть, чтобы туда ничего у нас не летело. Ну, а теперь вот так у нас выглядит доступ к форсункам. Места однозначно побольше. Ну и сейчас я уже все почищу и покажу, как это будет выглядеть в подготовленном варианте. По максимуму я вычистил, что возможно. Вот сейчас вот так выглядят у нас форсунки. Уже со всех сторон доступ есть. Задние части также там. Но можно пробовать их доставать. Что делаем для начала? Для начала, естественно, пометим форсунки, чтобы не перепутать. 1, 2, 3, 4. Будем считать от переда двигателя. Достаем стопора с обраточки. Просто вытягиваем их на себе. Аккуратненько, чтобы не потерять. И саму трубочку обратки. Также из посадочного ее аккуратненько. Она просто вверх достается. Выбираем в сторону. Здесь откручиваем трубки подачи топлива на форсунки. И вместо трубок желательно на форсунки какие-нибудь заглушки установить, чтобы у нас туда пыль, грязь внутрь форсунок не попадала. И трубочки придется чуть-чуть приподнять, подогнуть их чуть-чуть, поддавить, потому что, чтобы открутиться с противоположной стороны, там довольно неудобно добираться. Просто их отведем в сторону, отогнем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот так у нас выглядят топора. Такие P-образные скобы, чуть-чуть изогнутые. Просто устанавливаются путем защелкивания. Продолжение следует... Продолжение следует... Образочку достали, убираем ее в сторону. Дальше у нас трубки подачи топлива. Откручиваем трубки. Очень часто бывают у нас эти вот переходнички, крутятся вместе с самой гайкой трубки. Поэтому у нас гаечка на трубке под ключик 14 мм, вставлен этот переходник штуцерок 13. Если начинает у нас прокручиваться месяца штуцера, то мы просто ключом придерживаем. Слегка отжимаем каждую трубку, поджимаем обратно. И надо будет повыдувать то, что у нас сейчас сдвинулось с места. Потому что у нас пластик тоже был на трубочках. Мы сейчас хоп, повернули, что-то у нас отвалилось. Повыдуваем, чтобы это все в форсунки не попало. Ну, сейчас можем полностью откручивать трубки и поднимать их вверх. Как я и говорил, придется приложить чуть-чуть усилия и трубочки у нас подогнуть вот так, чтобы они хотя бы стали. И установить необходимые заглушки на форсунки. Все подготовлено. Можем откручивать гайки крепления форсунок. Здесь они у нас такие вот удлиненные, как бочечки, под внутренний шестиграник 7 мм. То есть на шпильку завернута с двух сторон, у нас по гайке вот такое видно. Для начала начнем с третьей форсунки. Она нас наиболее больше всего интересует, потому что вероятнее из-под нее у нас выходили газы. Под ней прогорела шайба, скорее всего. Откручиваем для начала надвигающиеся и посмотрим, двигается вообще у нас форсунка или нет. Сразу же выдуваем все, что там у нас остается, потому что после каждого движения какие-то мелкие щитечки у нас будут отпадать, что-то сыпаться. Поэтому все сразу выдуваем. Ну и сейчас будем пробовать двигать форсунку. Не знаю, тут у нас 13 мм сам штуцер. Ну попробую, так как у нас здесь заглушечка стоит она побольше, может 15-м генной головкой и воротком попробовать покрутить, вообще двигается форсунка или нет. Да, довольно-таки печально. Никаких движений при приложении усилия. Сейчас посмотрим, что будем делать дальше. 15-й было не очень удобно это все делать, потому что люфт получается большой. Придется снять заглушку, тут все выдуть, взять длинную головку 13 мм, также ее промыть, продуть, потому что я сделал, она у меня чистенькая изнутри. и аккуратненько мелкими движениями туда-сюда пробуем форсуночку раскачать. Особо не переусердствуйте, потому что есть такой вариант, что штуцер может сломаться. Он, конечно, легко выкручивается, просто проблемы могут быть в том, где его потом найти. Ну, форсунка у нас начала двигаться уже хорошо, очень радует. Можем пока поставить заглушку на место. и хорошо вот это все, что там у нас отвалилось. Ну, и теперь, чем хороши у нас именно такие двигатели 1.6, тем, что у нас стоят вот здесь две шпилечки, они, получается, не сквозные, посередине такой упорчик стоит, конический. То есть, если мы сейчас шпильку будем выкручивать, она не выкручится у нас полностью. Она начнет с собой поднимать форсунку. Вот это мы можем сейчас проделать. Единственное, что у нас шпилька сверху имеет посадочная под головку, по-моему, Е6 или Е7. Вот, собственно, за эту посадочную мы будем ее откручивать, но ни в коем разе не устанавливаем головку и не тянем, потому что 99%, что просто обломается вверх. Необходимо установить головку, вороточек, дать натяг и молоточком стучать по воротку, пока у нас шпилька просто как отщелкнется. И тогда уже можно выкручивать. Так мы делаем с этой шпилькой, с этой и будем потихоньку тянуть, возможно, чуть-чуть поворачивая форсунку. Но за счет резьбы, за счет упора снизу мы на какое-то расстояние форсунку поднимем, сможем выдуть по бокам все, ударить остатки вот этой пластмассы, которая у нас на плаве есть. И, возможно, нам достаточно будет, чтобы полностью расшатать форсунку и достать ее. Головочка у нас будет использоваться здесь Е6. Устанавливаем, как я и говорил, и стучим сверху и даем натяг. Видите? И дальше она легко идет. Главное, сорвать с места. Но если бы мы просто потянули, так и говорю, 99%, что просто вот эта посадочная у нас, не посадочная, сам выступ, подголовку, вот эта вот, как звезда, его бы обломала и все, отрезь бы. Точно так же со второй шпилькой делаем. И теперь уже начинаем по очереди с одной стороны, со второй пробовать поднимать форсунку и, возможно, ее поворачивать с стороны в сторону. слегка приподняли. Конечно, необходимо все выдать, что у нас там отвалилось. И продолжим через другой ракурс, чтобы, может, так более наглядно, более интересно будет наблюдать. Ну все, полностью у нас шпильки выкрутились. Попробуем, может, монтажечку сюда подложить и аккуратненько поворачивая форсунку ее достать. Ну все, но даже не пришлось поворачивать. Мы ее достали. А сейчас единственное опять все выдуваем. и полностью достаем форсунку. Нам очень важно, чтобы внутрь сам колодец ничего не попало. Эту шпильку достаем. Вторая у нас, видно, там осталась. сейчас почистим там еще остатки пластика, выдуем его там и полностью форсунку достанем. Ну и теперь можем аккуратненько достать форсунку. Итак, форсунку достали. Тут, если на нее посмотреть, вот с этой стороны, где указательный палец, видно подчернение. то есть здесь у нас газы прорывало. Однозначно газы все дошли. У нас только, видите, такой вот нюансик с колодцем форсунка досталась. Отдельный колодец его надо будет потом провернуть, снять, установить на место, форсунку почистить, естественно. Плюс у нас шайба там осталась. Как ее достать? Есть простой метод. У меня вот болт десятка и болт восьмерка со стандартной резьбой. Мы просто, ну это все сварено. Может у кого-то восьмерка длинная. Сколько здесь? Ну, длина ладошки чуть побольше. Так, чтобы удобно было. Просто туда устанавливаем болтик и пару виточков пробуем наживить. Буквально там, чтобы зацепило чуть-чуть шайбочку. Потому что потом, если сильно закручивать, у нас резьба начнет ворачиваться в голову. Но шайбы цепляют. По шайбе тут у нас тоже хорошо видно, что шайба прогорела с одной стороны и пускала газы. Вот здесь у нас и крылась проблема. Но в чем вопрос? Мы можем поменять одну шайбочку. Естественно, колодис почистив, снова клиент попросил заменить шайбы на всех форсунках. Поэтому я сейчас займусь следующими, оставшимися, вернее, форсунками. Все, в принципе, в такой же последовательности делаем. Я думаю, не особо будет интересно три форсунки просматривать. Если какой-то у меня сейчас вариант, вопрос, проблем, казники, то, естественно, я это дальше запишу. Но если нет, уже продолжим с того момента, когда у меня все форсунки были демонтированы. Все форсунки демонтировали, без проблем пошли. Первая, вторая, вот они у нас, первая, вторая. Очень легко вообще пальчиками достались. Вот видно еще у нас по четвертой были проблемы. Также у нас пропускала чуть-чуть шайба. Вот здесь вот, если посмотреть, видно потемнение. То есть у нас шайба прогорела. И вот с этой стороны она пропускала. Виден след от выхлопных газов. Вообще от газов, да. Что будем делать дальше? Далее нам необходимо снять колодец с третьей форсунки, который остался на ней. Прикипел, прикорел. Видим, что демонтировался вместе с форсункой. Мы его сейчас снимем, почистим все. Все форсунки вообще необходимо почистить. Поснимаем вот эти вот уши крепления, потому что, допустим, на четвертой и на третьей они вообще не проворачиваются. Также прикорели. Необходимо вот этот весь нагар, пластик оттуда убрать. Поэтому будем их снимать, почистим все и потом уже собирать. Естественно, здесь вот посадочная она будет почистить. Сам распылитель ничем не трогаем. Вестим только до распылителя. Сам корпус форсунки. Удаляем все, подготавливаем поверхность там, где шайбочка осталась. Ее снимаем, ну и под шайбочкой все вычищаем. То есть тот нагарчик, который у нас внутри возле распылителя, его также вычищаем. Что у нас по запчастям? По запчастям сами вот эти вот уши крепления, они у нас стоят на стопорах, были заказаны стопора новенькие. Вот они, четыре штучки. Вот эти вот втулочки пластиковые. С третьей у нас сломалась, с четвертой снялась также. Но они также были заказаны новые. И плюс сальники, которые установлены вот здесь на колодцах сверху. Новые. Четыре, не четыре, восемь. Восемь шпилек, то есть по две на каждую форсунку будут установлены новые. Но по шпилькам номера оригинально здесь стоит. Эти вот сейчас у нас по оригиналу заказывались. И здесь вообще никаких номеров нет. И, блин, я ничем даже помочь не могу, потому что мне только их передали, не на пакетах ничего, номеров нет. не на сальниках, не на втулках, ну, естественно, не на стопорах. Поэтому, к сожалению, по запчастям именно вот по этим номеров сказать не могу. шпильки, кому интересно, я так понимаю, это оригинальный номер. Что у нас еще? Огнеупорные шайбы под форсунки идут по ларингу вот под таким номерочком. И плюс прокладка клапанной крышки также эллетка новенькая будет установлена. А что сейчас? Сейчас разбираем, все чистим. Здесь попробуем газовым ключом провернуть втулку, ее стянуть, зажмем сам корпус вот здесь в тисочке и ключиком попробуем провернуть колодец, втулочку эту и ее стянуть. После уже все разобрать, почистить, удалить вот эту всю грязь, весь пластик и приступим потихоньку к сборке именно подготовке самих форсунок. здесь нам главное не повредить посадочный подсаленник. У нас именно посадочный вот здесь сверху находится, сверху подсунки. Но вот здесь посередине где-нибудь без проблем можем браться. Нам это никак не повредит и неплохо и нехорошо нам от этого не будет. здесь спокойно можем браться и пытаться провернуть в саму эту ктулку посадочную под форсунку. Ну, повезло нам в принципе без особых проблем это все достали демонтировали видно все внутри в нагаре который остался и на форсунке и на реколадце сейчас все по форсунке чистим подготавливаем ну, естественно сам колодец тоже внутри вычищаем форсунку так форсунку мы навесной как бы так сказать форсунки сняли сейчас все это почистим удалим вот этот весь нагар всю грязь и естественно здесь тоже плюс сам колодец и на форсунке и на форсунке саму форсунку подготовили, установили новый стопорт, новую втулку пластиковую, само крепление у нас свободное, теперь поворачивается в какое надо положение, ничего здесь не мешает, все у нас чистенько и аккуратненько. Сейчас еще почистим колодец. Втулку также вычистили, подготовили по максимуму как это возможно, теперь она свободно одевается на форсунку, форсунку не сдевает, все хорошо. Точно такие же операции по подготовке форсунки производим с оставшимися тремя, я думаю это не особо интересно будет смотреть. До такого состояния доводим, чтобы у нас все свободно крутилось и не было никаких посторонних элементов в виде грязи пластмасс, вот этой застывшей, чтобы у нас все по посадочному было чисто и подготовлено. Форсунки мы почистили, подготовили к установке, с форсунками больше у нас вопросов никаких возникать не будет. Сейчас переходим к двигателю, будем готовить посадочное именно на двигателе, в самой голове, почистим колодцы и поверхность прилегания под форсунку в голове также необходимо подготовить. Так что двигаемся дальше. Итак, что нас интересует по двигателю? Нам необходимо конечно же подготовить внутри посадочное под форсунку. Вот посмотрите на первом и втором цилиндре, они относительно чистые там внизу, блестящая поверхность, ну а третий, четвертый видно у нас там чуть-чуть там где выходили газы, видно там вот черное, вот здесь вот с правой стороны там внизу видно, ну а здесь практически там по всей площади внутри там все черное. Надо все подготовить, чтобы у нас шайбы хорошо прилегали и прижимались. Ну и естественно третий, четвертый это обязательно. И первый, второй просто поправим чуть-чуть, чтобы также поверхности у нас были хорошенькие. Ну плюс конечно почистим колодцы, заменим сальнички на колодцах и полностью подготовим все здесь в голове к установке форсунок. Первое, что необходимо сделать, если шпильки остались, крепления форсунок, их необходимо все выкрутить. У меня как видно ничего не осталось, я все выкрутил сразу, поэтому буду сейчас переходить непосредственно к чистке поверхности прилегания внутри, внизу на ГБЦ. Использую вот такую фрезу, стандарт в принципе, тут разные насадочки под разные форсунки нас интересует. Обычная, стандартная, самая простая насадочка без всяких яких. Как работаем? Опускаем до упора, делаем 2-3 оборота, можно даже полтора, раз, два, три по пол оборота достали, продули саму фрезу, выдули изнутри. Ни в коем разе нельзя здесь или дрелью, или пневмогайкобертом это все крутить, потому что если много снимете, придется, естественно, подбирать другие шайбы по толщине. Поэтому каждый колодец, каждая посадочная, проходим вручную, аккуратненько все это дело делаем. Поехали. Фреза будет по чуть-чуть снимать. Видно, у нас тут начало цеплять алюминий сразу. Просто контролируем, наблюдаем, что у нас там внутри, чтобы как только у нас поверхность прилегания будет там идеально ровная, перестаем просто дальше работать фрезой, приходим к следующему цилиндру. Подготовили посадочная в одном колодце, в четвертом цилиндре в данном случае. Покажу, как отличаются у нас визуально. Вот у нас третий, еще не подготовленный, и четвертый уже подготовленный. Также готовим и оставшиеся три цилиндра. Почистили, подготовили посадочные подфорсунки всех четырех цилиндров. Теперь у нас поверхность прилегания идеальна. Все готово под установку форсунок. Что еще необходимо сделать? Необходимо произвести замену сальников на колодцах. Плюс сам колодец на третьем цилиндре необходимо установить. Для начала старые сальнички демонтируем. Готовим под установку именно здесь поверхность прилегания. На третьем цилиндре у нас сальник, проще всего, будет достать. У нас там есть доступ, так как внутри этой трубочки нет. А вот на оставшихся, первый, второй, четвертый, придется чуть-чуть повозиться. Желательно отверточку с наружной стороны заводить с сальника, а не с внутренней. Хотя здесь, как такового вращения нет. Нам только сальник для уплотнения. Поэтому даже если чуть-чуть поцарапается колодец, я думаю, пропускать здесь ничего не будет. Пробуем доставать аккуратно все сальники. Подготовили сальнички достали. Не знаю, там в конце только заметил, что у меня камера чуть-чуть наклонилась. Может, не все там было видно, но факт в том, что доставались они меньше, чем я ожидал. Довольно просто достаются, проблем нет. Нам сейчас нужно поставить трубочку и сальники. Но вопрос в чем? У нас сальники здесь очень узкое отверстие, видите? Так просто не станет. Необходима оправочка. Оправочку я приготовил, хочу пока показать вам, пока есть возможность, вот в таком варианте. То есть оправочка из обычной пластиковой бутылки сделана так, чтобы чуть-чуть... Здесь нахлёстик был где-то миллиметров 5-7. Ну и длина это тут сантиметров тоже 6-7. Как делаем? Устанавливаем оправочку внутри сальника. И потом уже оправочку будем устанавливать на направляющую сюда колодца. И сальничек до конца. Его устанавливаем. Забиваем, запрессовываем. То есть у нас будет он заходить. И здесь у нас никаких проблем не будет с установкой, следовательно. И потом нам только оправочку надо будет демонтировать. Сальничек у нас запрессовывается до упора. Вот у нас там видно такая ступенечка. То есть глубже мы его не запрессуем. Он у нас не провалится. Просто до упора его устанавливаем. Ну естественно сначала нам необходимо установить будет трубочку под форсунку, вернее третьего цилиндра. Устанавливаем трубку, устанавливаем сальники. Продолжаем работу. Не очень так удобно. Очень много взял получается оправочки. Буду сейчас обрезать, потому что сверху ничего не могу наставить, чтобы до конца запрессовать сальник. Обрежу где-то треть. Попробую подобрать головку и уже полностью его запрессовать. Ну в принципе не очень тяжело. Сейчас подбираем оправку. По идее должна длинная головка на 21 миллиметр подходить. Да, так и есть. 21 головочка длинная идеально подходит. Ну так естественно намного лучше. Как видите сальник у нас стал на свое посадочное место. До упора мы его запрессовали. Достаем нашу направляющую. Посмотрим что получилось. Ну как видите все у нас отлично. Сальничек стал. Аккуратненько вокруг центральной втулочки. И на своем месте в голове. Точно так же устанавливаем и оставшиеся три сальника. Так же используем эту неоправочку. В данном случае головку 21 миллиметр. Все это дело запрессовываем на место. Установили все сальнички на свое посадочное место. Так как видно все у нас красивенько стоит. Никаких вопросов у нас не возникло. Обязательно выдуваем если что-то попало в колодцы. Чтобы там у нас не было грязи и посторонних предметов. И что. В принципе у нас все готово к установке форсунок. Что я сейчас хочу сделать. Хочу подготовить вот здесь поверхность прилегания под клапанную крышку. Чтобы потом когда уже форсунки стоят у нас, стоять будут все подсоединено. Здесь не очень удобно возможно будет. Поэтому сейчас убираем наши заглушки. И будем чистить поверхность прилегания. Просто проходимся аккуратненько наждачкой. Чистим поверхность. Стараемся чтобы у нас внутри мотора ничего не попало. Здесь поверхность подготовили. Сразу ее закрою. Опять же. Чтобы у нас никакая гайка ничего туда не попало. И можем продолжать работать с форсунками. Дальше установим шайбы. Шайбы можно устанавливать непосредственно на форсунку. А здесь удобно довольно просто забросить их в колодце. Там поправить, чтобы они аккуратненько лежали. Проверяем просто, чтобы они там у нас боком не стали. А плотненько, ровненько легли на поверхность прилегания. Все шайбы установлены. Далее что? Далее. Вкручиваем новые шпилечки. И зажимаем их усилием 10 ньютонов на метр. Да, кстати. Забыл сказать. Я то сделал. Но не на видео. Обязательно выдуваем. Из отверстий резьбовых. Все, что там может оказаться. Там может оказаться масло. Какие-то окалинки. Все это я уже выдал. Это также делаем обязательно, чтобы у нас потом не треснуло, не раздавило голову, когда мы будем вкручивать. Ну, в данном случае шпилечку. Потому что если там осталось масло, есть вероятность, что просто может лопнуть. Шпильки все затянули. Далее переходим непосредственно к установке форсунок. Убеждаемся, что у нас шайбы на своих местах, посторонних предметов там нет. Каждую форсунку, предварительную, естественно, вычищенную, как помним, устанавливаем на то место, где она у нас была. То есть мы наносили метки. В данном случае у нас вот здесь вот одна риска. Это по первому цилиндру. Первый цилиндр мы читали от привода ремня ГРМ. Раз, два, три, четыре. Устанавливаем ее на свое место, предварительно промазав сам корпус. То, что у нас в колодец заходит. Использую керамическую пасту. Для чего промазываем? Чтобы последствия, при необходимости снятия форсунки, она у нас там не укоревала. И вот так, как на третьей форсунке не доставалось вместе с колодцем. Устанавливаем каждую форсунку на свое место. И наживляем гайки. Устанавливаем керамическую пасту. Гайки крепления форсунок все наживили. Слегка руками поджали, но так, чтобы у нас форсунка могла провернуться при приложении усилия на каждую из них. Сейчас что делаем? Перед тем, как зажимать все гайки, сначала подсоединим трубки, чтобы правильно выбрать положение. Потому что, опять же повторюсь, форсунка у нас имеет такой диапазон движения вокруг своей оси. И если мы сейчас зажмем, можем просто потом трубку не попасть именно на сам штуцер. Поэтому сейчас выдуваем, что у нас какая грязь есть в самих гаечках крепления на трубках. Снимаем колпачки, откручиваем. Также вокруг резьбы все выдуваем. И наживляем, прикручиваем трубочки к штуцерам. Продолжение следует... Все трубочки наживили, ну а теперь можем зажимать форсунки. Гаечки крепления у нас зажимаются усилен 5 ньютонов на метр и с последующим доворотом на 65 градусов. Сначала пройдем все гаечки. И на каждой из форсунок усилием 5 ньютонов на метр. А теперь уже каждую гаечку крепления доворачиваем на 65 градусов. В качестве измерителя у меня есть угломер часового типа. По нему будем ориентироваться. Если угломера нет, ну придется примерно прикидывать. Это 90 градусов. Это у нас прямой угол. 45 градусов. Это половина прямого. То есть где-то между 45 середина и 90 нам доворачивать. То есть если берем от горизонтали, 45 и чуть-чуть еще довернули. Ну это так примерно, на вскидку. Ну а вообще в идеале использовать угломер. Гайки крепления форсунок зажали. Теперь можем поджать трубочки окончательно. И теперь уже можем полностью завершать сборку. Устанавливаем клапанную крышку. Естественно, новую прокладочку устанавливаем в нее. Собираем, подсоединяем обратку. Все на свое место устанавливаем в плане топливных магистралей и проводки. Подсоединяем к системе подачи воздуха. Везде все. И развоздушиваем систему в заводе. Собираем, как всегда, все в обратной последовательности. Сейчас будут данные процедуры в ускоренном виде. Как всегда, если видео понравилось, было чем-то полезным. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. С вами был Артик. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok